Понедельник Другое дело, что работа такая, где выходные, ну как, ну вот что лучше, когда у тебя Манчестер Челси есть или когда у тебя его нет? Да? С какой ноги ты встал, так ты и ответишь. Поэтому в общепринятом смысле выходные, комментаторские, это условность какая-то. Плохо, что нету, ну какого-то вот подряд дней, когда ты можешь посвятить себя себе. Ты все время зависим от расписания, это правда. А насчет того, что все-таки работа является высшей формой досуга, с этим нам тоже спорить не надо. Поэтому я про выходные не думаю на самом деле. И вот тут они в пятером бегут, потому что знают, что они уже бегут за призовыми, они уже бегут за тем, вот забей и все кончится. Я все равно считаю, лучше провалить как с Мадридом первые 20 минут, а потом выдать игру следующего века, чем, так сказать, играть 60 минут в очень приличный, в хороший, близкий к идеалу футбол, а потом высунуть язык и смотреть на секундомер все оставшееся время. Потому что ведь такая Барса по составу такого Милана просто сильнее. Классическое комментаторское образование, я считаю, обязательно должно в себя включать громадное количество прочитанных книг. Я говорю об old school, я немножко гну ситуацию под себя. Я понимаю сейчас, что большинство не очень понимает, чем письмо Татьяны Евгению могло бы помочь современной девушке, хотя и не будут отрицать, что это надо читать. Но тем не менее, когда говорят о том, что вот на НТВ плюс такая плеяда комментаторов, как бы вот нам за год бы все это дело повторить? Я говорю, простите, кого? Уткина, Андронова, Шмурнова? За год? Ребята, там работают люди, которые Достоевского в бумаге перечитали по 10 раз, и не только его одного. Сейчас это не нужно на самом деле. Не вообще не нужно, а в таких объемах. Поэтому и язык другой. Раньше не было интернета. Вы можете не верить, но его не было. У НТВ плюс тоже когда-то был один канал. И, допустим, показывалось три матча. Германия, Италия, Испания. По одной игре в неделю. Каким образом и когда мы можем узнать про ударную ногу правого инсайда Бетиса? Вот расскажите мне, пожалуйста. Только по одной трансляции в неделю. То есть и глаз напряжен по-другому, и по клубам ты бегаешь, и ищешь. Сейчас все это есть. Сейчас все это есть в интернете. Сейчас только смотри. И поэтому вот этот принцип «не надо знать, надо знать, где искать» он доминирует. Все это привело к тому, что вот та самая школа, которая, она скорее не границами стран очерчена, она очерчена временем. Она очерчена временем. И люди, которые зацепили еще хотя бы середину 90-х или, может быть, самое начало 2000-х, они более начитаны, они лучшие рассказчики. Если публика меняется, это да, по ту сторону экрана сидит человек, который, так сказать, и не поймет, может быть, шуток Василия Уткина. Почему? Потому что он так же вот нахватан верхушек из интернета, и его не шибко интересует, как бы там, да, где ошибся опорный полузащитник. А его интересует нарисованием линии офсайда или нет. Дальше ничего. Юрий Розанов в 1996 году сам участвовал в первом кастинге комментаторов на НТВ+, а затем неоднократно входил уже в жюри конкурсов и в России, и в Украине. Включает, как правило, себя этот конкурс присылания работ, да, где люди, так сказать, с первого, со второго, с третьего раза, если они не окончены на лентяй, все равно в конце концов свое волнение куда-то спрячут. То есть это будут достаточно гладенькие работы, правильно? Дальше голос, что-то там. О глобальном понимании игры на этом этапе говорить не приходится. Ни в плюс, ни в минус. Потом идет собеседование, насколько я понимаю, да, тех, кто прошел. Здесь, как это, способ понравиться или запомниться, он может быть совершенно разный, и он сродни вариантам знакомства с девушкой. Понимаете, можно в лужу упасть, можно подарить ей букет цветов или рассказать остроумный анекдот. Все средства хороши, но что из них сработает, в плюс или в минус, сказать нельзя. А потом начинаются очные туры, где как раз, где как раз, добравшись до финала, вот самый главный этап, предфинальный. Потому что здесь вопрос, о кого мы хотим брать, он встает в полный рост. Как правило, как правило, здесь от тех, кто конкурс проводит, поджидает все-таки что-то близкое к разочарованию. Потому что там уже не спрячут конкурсанты свое волнение, а места выходящих, я так понимаю, не очень много. Там становится очень жалко, что вот такой парень, прям открытая книга, как на собеседование, как с ним было приятно. Тут он передергался, то ли ехал издалека, не выспался, то ли что-то еще. А как правило, последний этап проходит в прямом эфире. Вот, кстати, в Украине проходил такой конкурс, да, последний. И я вот рассказываю просто житейскую историю. Я имени называть не буду, но мне жутко жалко, что этот парень как бы не работает с нами. Если бы была возможность дать ему шанс пройти через корреспондентскую группу, а я считаю, что должны проходить все комментаторы. То есть потаскать штатив, научиться снимать перебивки, да, придумать сюжет в конце концов. Лаконичность в конце концов в свою речь привнести, потому что ты знаешь, что у тебя на стендап 15 секунд, а больше нет. Это же великолепная история Маслаченко, это гениально, то, что было в 90-м году. Я потом узнал, я не был знаком, у меня много лет это все, просто в 88-м, било по мозгам, вот, играют полуфинал с Италией, и он заканчивает репортаж так. Чао, сквадро отзора, Владимир Маслаченко, Советский Союз. Я потом узнал через много лет, что ему в ухо крикнули, Володя, у тебя 8 секунд, прощайся. И он исполнил это на ходу. Корреспондентская работа дает такую практику? Это заставляет немножко, вот, от велеречивости уйти. И это тоже надо пройти, это классический путь. Но если каналу завтра на купленные чемпионаты нужны бойкие ребята, от этого все равно никуда не выйти. В последнем конкурсе комментаторов на НТВ Плюс два года назад принимал участие и Павел Баранов. Он получил абсолютно высшие оценки на прослушивание. Там, по-моему, одна четверка была, если вообще была из всех, да. Но на этом этапе не отслеживалось абсолютно точно, как говорится, мастерство, не мастерство. У него хороший баритонистый голос, он абсолютно уверенно себя держит, он набит, он в теме, он профессионал. Еще бы он там не выиграл у ребят, которые там в руках себя комментировали. Вот. Дальше пошло собеседование. Становится понятно, что приехал человек с амбициями. Это правильно. А как ему без них приезжать? Вот. И совершенно точно понятно, что матч Милан-Интер завтра он не получит. Потому что даже если вести речь о, допустим, пятом-шестом номере, вы знаете, кто был тогда пятом-шестом номером на Плюс в ту пору? Костя Генич, который сейчас становится первым номером России, вообще говоря, да. Вот о чем разговор идет. И поэтому я сделал Паше предложение попробовать себя на другой игре. То есть со всеми его навыками, характер игры для себя придав, попробовать комментировать хоккей. Или действительно поляна чиста, и все то, что он уже умеет, он мог бы реализовать по новой, заодно и научившись. А то, что он умеет, никуда не уйдет. Ну, по целому ряду, в общем-то, обстоятельств там не срослось. Сколько я знаю, у него все хорошо. Вот. Я ему передам привет и пожелаю успехов. В этой ситуации, да, и каждый из сторон может считать себя пострадавшей. Зазуля, потому что не я первый начал, как говорится, а первый ошибся, арбитр. Арбитр, потому что на него кричат, чтобы не сказать, орут, да еще в два голоса. И вполне мог бы и красную дать сразу, потому что по футбольным правилам это не возбраняется. Не по правилам, а по рекомендациям арбитра. Вот, а дальше пошли разговоры. Должен ли, был зазорит, тут же включить стоп. И вот это все, собственно, как всегда себя ведет, да, навсегда выключит. Наверное, должен был. Наверное, спор за второе место, это не только повод для послематчевых нервов. Вот тут он уже кричать не будет. Тут он поймет, что судья пенальти не назначил. Видит, и все, он понимает, что это красный. Ну, если я говорю о некоторой, кто-то скажет по-хорошему, кто-то скажет по-плохому, ну, автоматизированности публики. Вот я сижу в интернете, смотрю там, так сказать, да, пишу свое ощущение по матчу. Дальше другой рукой я набиваю Мисагу любимой девушкой, а каким-то третьим глазом я смотрю футбол. Это тоже автоматизированность, конечно, это тоже непогруженность. Так вот, все-таки, хотя у меня к этому есть претензии касательно и публики, и комментаторов, я думаю, что на постсоветском пространстве это развито меньше, чем в Западной Европе. Там народ еще более. Вот это мы не задумывались о том, почему в Америке так популярен футбол, американский, бейсбол и все остальное. А потому что Америка – страна точности. Америка – страна цифр. И там популярны игры, которые описываются наибольшим количеством статистики. Я своими глазами один раз видел, как они чуть не убили. В Финляндии был молодежный чемпионат мира по хоккею. Там великий был статистик хоккейный Томас Рачунас. Он известен как бы на всю Европу, Томас Рачунас, да. Где-то одно вбрасывание не учел, так там был скандал такой, что чуть не перевернули пресс-центр. Вот. Я думаю, что у нас этого меньше придает значения. Поэтому вырастает в цене талант рассказчика. Раз. И в результате всего этого, я думаю, что больше востребован именно у нас, и это правильно, комментарий сольный, а не парный. Насаживание парного комментария, как, собственно говоря, ну просто вот пара ради пары, я думаю, что это обезьяничание. На самом деле это просто калька с запада. Вот. Я не думаю, что это очень живительно на территории, ну, бывшего Советского Союза. То есть какие-то, конечно, есть разные вещи. Обладатель российской премии ТЭФИ в номинации «Спортивный комментатор» называет профессию штучной, а также предельно четко формулирует, с какого возраста вообще стоит садиться к микрофону. Не стоит раньше 25 лет оценивать себя в разговоре с зеркалом или с друзьями, как состоявшегося комментатора. Даже если ты сверхталантлив, все равно до 25 лет у тебя, во-первых, и башня немножко не в порядке, да, потому что тебя, так сказать, слишком, ну, ты молод, ты влюбчив, ты, так сказать, еще, да, ты еще не несущая конструкция семьи. И с этой точки зрения очень тяжело быть убедительным для всех, как рассказчик. Вот в чем дело. Рассказчиком должен становиться человек с нормальным, достаточно солидным, житейским, ну, я говорю опытом, сейчас говорят бэкграундом там или как еще, вот в чем дело. Здесь не зависит от того. А если человек пишет, мне 17 лет, я люблю играть в ФИФА, и как мне стать комментатором, то есть его надо взять за ручку, да, и привезти туда, вот как бы, да, только хочу. В голом хочу нет ничего плохого на самом деле. Ну. Совсем скоро стартует практическая часть кастинга комментаторов на телеканале «Беларусь-5». Несколько профессиональных советов от Юрия Розанова пригодятся каждому, кто намерен принять участие в конкурсе и мечтает круто поменять свою жизнь. Большинство, особенно молодых людей, которые начинают, хотят перед матчем сообщить все. Все. Это есть ошибка грубая. Причем в жюри, как правило, сидят люди, все-таки прошедшие достаточно большую комментаторскую дорогу, так называемую old school, и они вас вычислят в два счета. То есть, во-первых, представьте, что вы работаете в комментаторском кабине на стадионе. Режиссер вам показывает составы команд, а вы вместо этого чешете светскую хронику последних дней. Есть определенные канонические телевизионные вещи. Режиссер держит вам 5-6 секунд, этого мало, там секунд 10-15 надо, состав команды первой, хозяйской, вы про него ни слова, ни сном, ни духом, монитор вообще не смотрите, смотрите в своей бумажке. Он не понимает, что делать дальше, он понимает, что вы про это не скажете. Что ему делать со второй командой? А это канон. У режиссера есть свои дела, правильно? То есть, первое, все, что показывается по монитору, должно быть озвучено. Комментатор должен комментировать картинку. Он должен работать так, как будто со зрителем он видит одно и то же. Что вы видите там попутно? Пробежала собачка, выскакивает болельщик, начались волнения. Если вы об этом начинаете рассказывать ничтожество, няшество, это брак. Ну, разве что у вас какой-то совершенно запредельный талант рассказчика, и вам можно рассказывать обо всем, о чем угодно. Понимаете? Как, например, у Васи Уткина, да? Это брак. Дальше. Первые 15 минут, это классика тоже, это тоже олдскур. Комментатор должен гонять мяч. Все, что у вас там имеется в запасе, все, что вы припасли, должно подаваться. Во-первых, когда уже игра раскрутилась, и вы поняли, куда она идет, и сколько есть у вас для этого пауз. А вот на Медне игрок за номером 7 был задержан, выпивший в баре. Ах, кстати, гол. Это брак. Вот, поэтому для этого есть куча пауз. Во время футбольного матча мяч находится там, вне игры, для углового устанавливают, травму кто-то получил. Это во время и собирается минут 15. Если вам его мало для того, чтобы выдать всю свою фактуру, господа, значит, вы немножко неправильно понимаете профессию, не слишком для нее подходите. Это вещи канонические на самом деле, да? Это как преферансия. Можно играть в Сочинку и лупить себе, кричать раз, имея четыре взятки на руках. А можно сесть в Ростов, где лучше взять 10 на распасах, чем сесть без одной. И вот тогда начнешь немножко думать, а стоит ли так вот с открытым забралом лезть. Есть какие-то вещи, конечно, абсолютно. Вот, больше читать, разумеется, потому что язык имеет громадное значение. Язык имеет громадное значение. Использовать повторы. Повторы для чего-то даются. Не надо кричать, был офсайт, а потом, ах, я беру свои слова назад. По-мужски это не очень хорошо, брать свои слова назад запросто. Вот. Никто не, собственно говоря, мешает потерпеть 15-20 секунд, и после этого спокойненько, абсолютно определить не только, был офсайт или нет, но и, как мы уже говорили, где ошибся опорный полузащитник, да? Тем более, если повтор длинный. Вот такие вещи надо иметь в виду на самом деле. Ну и не бояться. Потому что определенного рода наглость, она, в общем-то, для комментатора очень даже полезна.